Юлия Конзычакова приехала в Анапу 5 лет назад. В мае у Юлии родился первенец. По федеральному закону маме положена денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Чтобы оформить документы, Анапчанка обратилась в Управление социальной защиты. Я еще заранее приходила, узнавала, какие документы будут нужны. И сейчас подошла в МФЦ, дала заявление, так как здесь подольше будет. И сходила, узнала результаты и взяла справочки. В Анапе на учете управления состоят свыше 127 тысяч человек. Это более 60% местных жителей. Субсидии положены и многодетным семьям. Они получают ежемесячные денежные выплаты, имеют право на получение детского пособия и льготы. Летом этого года в силу вступил новый федеральный закон. Теперь часть субсидий можно получить не только по месту регистрации, но и по фактическому месту нахождения человека. Среди них пособия по ходу за ребенком и президентская выплата. Для того, чтобы их оформить, необязательно иметь регистрацию на территории Анапы, Краснодарского края. Человек может быть или жителем являться Челябинской области, фактически проживать у нас на территории города Анапа и оформить эти выплаты по месту своего фактического проживания. То есть никто отказ ему не вынесет, отказывать никто не имеет права. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа Регион.